Сообразим на троих. На этой неделе пока одна часть россиян пыталась поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости, инициированной Кадыровым, а он пообещал миллион. Другая обсуждала прогрессивную налоговую шкалу. Об этом я уже рассказала во втором выпуске новостей. Так вот третья, в чье число вхожу и я, искренне негодовала. По какому поводу? Расскажу прямо сейчас. Это «Весть без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Мухасранск – это туда. Так, на карте России с легкой руки жены депутата единоросса Александра Тарасова появился новый город. Вернее, существует он уже довольно давно, но о своем втором я узнал исключительно недавно. И исключительно из соцсети жены местного чиновника. На днях она публиковала приветственное фото с эпичной надписью «Привет из Мухасранска». И, как вы понимаете, находилась она в этот момент совсем не там, где живет ее сын, то есть не во Франции, а в обычном российском городе до недавнего времени, носящем гордое название Новосибирск. После того, как Машу разоблачили гневные горожане, ей пришлось в срочном порядке реабилитироваться и отвечать за свои слова нелепыми оправданиями в духе «В городе такая пылища, что мне приходится садиться в машину и начинать там рыдать». Вот только странно, что между рыданиями в голову Марии не пришла гениальная, но очень простая идея позвонить своему мужу, который, в общем-то, не последний человек в горсовете, и попросить коллег привести город в порядок. Нет, зачем? Маша лучше будет задыхаться, хаять руководство города и горько плакать в своей дорогой иномарке, но не предпримет ни одного действия для того, чтобы хоть что-то поменять в родном городе. Ну или ладно, не в родном, а в том, в котором сейчас проживает. И в котором, на секундочку, зарабатывает за один только 2020 год около 16 миллионов рублей. И это не считая бизнеса ее отца, в котором у Маши тоже есть доля. Правда, не уточняется какая. Но от годовой выручки в 578 миллионов рублей, думаю, что кое-что доченьке все-таки досталось. Впрочем, это же история про деньги, а вот если бы раздавали культуру, все могло бы быть совсем по-другому. И высказывания были бы эпичнее, и жизнь горожан была бы комфортнее. А между тем, на этой неделе справедливо-рос Миронов неожиданно произнес «Хватит заниматься идиотизмом». Я, если честно, сначала подумала, что он о неэффективной работе депутатов, но в этот раз я проиграла самой себе. Оказалось, что гнев лидера партии «Справедливая Россия» был направлен на ЕГЭ. Его настолько возмутила ситуация с воронежскими школьницами, что он решил-таки посвятить Россию в свои инициативы. А вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? Потому что стрессы. И все. И у них сразу идет гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Я еще раз это говорю. Ничто не стоит здоровья наших детей. Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны мы гробим наших детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прекращать это безобразие и обсудить на этот этап умерения в детстве. Это все как бы да. Но как по мне, так господин Миронов копает где-то не там. Во-первых, ну если уж они решили, что наши дети должны сдавать ЕГЭ, то они же в Министерстве образования и науки должны сделать все, чтобы эта сдача была комфортной для школьников. Хотя бы обеспечить детей водой и свежим воздухом. Во-вторых, я согласна, что безопасность превыше всего. Но перегибать палку в части удаления металлических предметов, нашитых на нижнее белье, это реально отсутствие культуры. И я даже представить не могу, что в целом в Воронеже не нашлось ни одного папы, который рассказал бы стражам порядка, где заканчиваются должностные обязанности и начинаются личные границы. Кстати, я была удивлена, но ситуация со школьницами на этой неделе обсуждалась даже на заседании Госдумы. И никогда не думала, что скажу это, но я впервые согласна с Володиным. Задумайтесь. Вот мы все тоже родители. И как это реагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Приглашайте у полномочного по правам человека, мы его с вами назначаем. Если у вас не хватает инструментов влияния, мы от вас ждем, чтобы комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал тех, кто такие перегибы допускает. В-третьих, здравый смысл-то тоже никто не отменял. Я, конечно, понимаю негодование Миронова, но поспешу его разочаровать. От одного экзамена гормональный фонд будущей мамы пострадать настолько серьезно точно не может. Вот если к этому стрессу добавить, например, маленькую квартирку, в которой приходится и жить, и выживать. Низкую зарплату родителей, после которой хочется... А еще прилеты дронов, нестабильность по всем фронтам и высокая ипотека. Вот тогда да, тогда покинуть чат сможет не только гормональный фон, но и само желание иметь детей вообще. Но все это Миронову невкусно, ведь интереснее обсудить то, на что ты еще имеешь влияние, чем то, перед чем ты бессилен. Хотя, опережая его будущую инициативу, скажу сразу, отменять экзамены точно не выход, потому как если сегодня обнулят образование, то завтра, не выходя из школы, одних обяжут рожать, а других служить. Впрочем, отличилась Воронежская область на этой неделе не только этим. Власти региона решили, вопреки заявлениям о нетребующейся мобилизации, провести ее репетицию, причем среди чиновников и членов президиума регионального правительства. По словам губернатора Трухачева, настрой мобилизованных был по-настоящему серьезным. Они прошли военные сборы, просветились в вопросах организации самого процесса и даже постреляли из различного оружия. Трухачеву же в этом смысле повезло несколько больше. Он на учение приехал на танки Т-72Б. Вот только к чему был весь этот цирк, так и осталось за кадром. Ведь мобилизация-то не предвидится, ведь нет. По крайней мере, на момент записи программы. А с желающими заключить контракт проблем и так не возникало. Но раз уж учения прошли, то теперь всех с опытом можно смело записывать в добровольцы. Вы, наверное, тоже слышали, что во времена Великой Отечественной войны на фронт уходили не только обычные рядовые граждане, но и часть детей политической верхушки. Говорят, все три сына Сталина, один из которых приемный, принимали непосредственное участие в боевых действиях. Там же были замечены сыновья Наркома внутренних дел СССР Берии, председателя Реввоенсовета Михаила Фрунзе, члена Политбюро Никиты Хрущева и некоторых других. А что сейчас? Большинство кремлевских детей живут и учатся в странах, которые не поддерживают курс России. Да что там дети? Большинство чиновников и то только делают вид, что являются патриотами. А чуть что? Либо учения были военными, либо я очень хотел, но синяком на коленки не взяли. Впрочем, если желание побывать в местах знаковых боевых действий все же возникнет, то удовлетворить его хоть и сложно, но можно. На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин поделился с россиянами планами и перспективами туризма в новые регионы. Он заявил, что помимо развития обозначенных ранее объектов гостиничной инфраструктуры, в Приазовье собираются развивать и экскурсионное направление, где все желающие туристы смогут посетить интересные места, отличившиеся во время спецопераций. Правда, реальным это станет не ранее 2040 года, а до этого времени поездки в ту сторону исключительно по ваучеру из военкомата. Вот как-то так, друзья. Ну, на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.